Когда-то очень давно люди составили календарь. Я уверен, что здесь не обошлось без Божьего проведения, потому что календарь это очень полезный инструмент. Он позволяет нам существенно упорядочить нашу жизнь, принести в нее четкость и размеренность. Однако, как мы знаем из истории, многие споры в христианском мире, которые оборачивались большими проблемами, а иногда даже приводили к целым церковным разделениям, были связаны именно с календарем. Взять хотя бы дату празднования Пасхи. По какой формуле рассчитывать эту дату и каким календарем пользоваться? Компромисс или согласие в этом вопросе не найдены до сего дня. У меня есть собственная история, связанная с особенностями календарного исчисления. Когда-то давным-давно мы только начали изучать иностранные языки. Это было еще в младшей школе. И я помню, раскрыл свой первый учебник по английскому языку и с удивлением обнаружил, что на Западе неделя начинается не с понедельника, как я привык, но с воскресенья, который традиционно воспринимался как седьмой день недели. Это было несколько странно, потому что суббота и воскресенье традиционно понимались, ну и как выходные дни, дни отдыха. А здесь же получалось так, что ты сначала отдыхаешь, а затем работаешь. Отчего же тогда отдыхать? То есть как так? Неделя начинается с дня отдыха. Это было не совсем понятно. Со временем я обнаружил, что подобное исчисление в гораздо большей мере соответствует библейскому календарю. Седьмой день в Библии есть день субботний. Соответственно, воскресенье – первый день недели. Правоверный иудей, который жил по этому календарю, руководствовался правилом. Шесть дней делай свои дела, седьмой день – это суббота покоя, посвященная Господу. Седьмой день недели отделялся для Господа. В этот день можно было отдохнуть от своего ремесла, отдохнуть от занятий бизнесом, вырваться из своей повседневной рутины, но провести день в покое. Успокоить свои мысли, успокоить свое сердце, проанализировать прожитый период времени, принести это все пред лицо Божье, просить прощения за грех, если это было необходимо. Другими словами, вспомнить посреди своей рутины о том, что есть Бог. И мы держим перед ним отчет. И правоверные иудеи, которые жили по этому ветхозаветному календарю, трудились шесть дней, на седьмой день приносили итог своих дел пред лицо Божье. И это были не только дела, связанные с их непосредственной профессией, или ремеслом. Это были и духовные. Суббота была днем, когда иудеи подводили итог своим духовным усилием, взвешивая свои добрые и дурные поступки, и, соответственно, ожидая получить Божье одобрение, вознаграждение, или же, думая о том, не постигнет ли теперь наказание. В Новом Завете ситуация несколько изменилась. Мы видим, что христиане собираются в первый день недели. К тому был ряд причин. Одна из них, Господь наш Иисус Христос, воскрес в первый день недели. Собственно говоря, в русском языке слово воскресение непосредственно указывает на тот факт, на воскресение Иисуса Христа. Но мне кажется, была и другая причина. Первый день недели говорит о том, что верующие Нового Завета радикально сменили парадигму понимания отношений между человеком и Богом. Человек более не приходит к Богу, опираясь на результат своих усилий, на результат своих духовных дел, для того, чтобы снискать Божье одобрение, или наоборот, для того, чтобы умолить Его не наказывать. Но верующий в Бога человек начинает свою неделю, обращаясь к Богу. Не для того, чтобы получить оценку своих поступков, но для того, чтобы просить у Него силы, просить у Него мудрости, просить у Него водительства. То есть, день поклонения, день общения с Богом не есть результат наших усилий, не есть результат наших дел, не есть просто исследование нашей жизни, но приобщение к Божьему источнику жизни, приобщение к Господу, приобщение к Его мудрости, приобщение к Его любви, приобщение к Его жизни. Мы не заканчиваем неделю Господом, мы начинаем неделю им. Интересно, что сегодня многие христиане живут пользуясь ветхозаветным календарем. Воскресное богослужение многим кажется обременительным и тяжелым по той простой причине, что целую неделю я натрудился и я хочу отдохнуть. Я не хочу лишний раз копаться в том, что произошло на этой неделе, я хочу просто провести этот день в покое. Возможно, я посмотрю проповедь в интернете, возможно, послушаю какую-то христианскую музыку. К сожалению, это Ветхий Завет. В Новом Завете мы не приходим к Господу, пытаясь проанализировать прожитый этап, но мы обращаемся к Ним для того, чтобы взыскать Его лица, для того, чтобы получить благодать для своевременной помощи. Мы не заканчиваем Богом, мы начинаем им. Мы ищем Его силы, мы ищем Его водительство заранее, а не сожалеем о том, что не сделали этого, когда было нужно. Нам пора перейти на Новозаветный календарь. Более не рассматривать воскресное богослужение как что-то, что необходимо Богу, как бремя, которое Он возложил на нас. Но давайте увидим в этом огромную возможность начать новый цикл, новый период в своей жизни правильно. Начать его с общения с Господом, с поиска Божьей мудрости, с обретения Его силы для того, чтобы совершать дела, которые Он определил для нас. Давайте перевернем страницу календаря и начнем новую неделю, начнем новый этап в своей жизни с Богом.